Приветствую вас на канале Техно Ченнел. В этом ролике я покажу вам лучшие вертикальные беспроводные пылесосы по соотношению цена-качество. Ссылки на все показанные товары вы найдете в описании под роликом. Поехали! Начнем топ с Дженкси М1. Он подходит для уборки любых поверхностей, имеет функцию влажной уборки и подсветку, чтобы собрать всю грязь в самых темных уголках дома. Также легко используется как ручной пылесос, а благодаря трем режимам – эко, Medium и Turbo, сделают уборку максимально комфортной и удобной. В комплекте с пылесосом идут 8 насадок. В эко-режиме Дженкси М1 может работать непрерывно до 60 минут, в Medium до 37, а в режиме Turbo на максимальной мощности – до 15 минут. Объем контейнера больше среднего – 800 мл. Что насчет его очистки, то тут задача решена по современным стандартам – он очищается одним щелчком. Сенсорный экран выглядит футуристично. Он показывает, сколько осталось зарядки, текущую мощность, на нем же можно переключить режимы. С дисплеем легко отслеживать динамику уборки, да и просто красиво. У Дженкси стоит фильтр HEPA 13 – это самый эффективный по очистке воздуха фильтра на сегодняшний день. Он настолько плотный, что из себя не выпустит даже пыльцу растений. А следующий пылесос – Teco Power Stick Basic. Внутри установлен бесщеточный инверторный двигатель мощностью в 315 Вт. Крутит он на сумасшедших скоростях под 100 000 оборотов в минуту. А статическое давление составляет 26 000 паскаль. Интересный момент заключается в том, что под разный тип покрытий можно менять валик трубочетки. Две штуки сразу идут в комплекте. Один с щетиной – спиралевидной формы для более эффективной уборки на мягких покрытиях, а второй с более плотной структурой для уборки на твердых поверхностях. В комплектации предусмотрена щелевая насадка. Она подходит для труднодоступных мест, крепится непосредственно к корпусу пылесоса, даже без удлинительной трубки. Другая насадка 2 в 1 пригодится на небольших участках, мебели, плинтусах, клавиатурах, люстрах и прочих элементах. То есть пылесос многофункциональный. Из-за комплектных насадок и хорошей автономности им удобно чистить салон автомобиля. Еще производитель положил в комплект гибкий шланг для большего удобства. Можно более точечно управлять насадками и проникать вообще во все углы дома. Следующий участник нашего топа – Mico V12 от Xiaomi. Этот вертикальный пылесос оснащен съемным аккумулятором и информативным дисплеем на корпусе. По всасыванию Mico – один из самых мощных пылесосов на рынке. Заявлено 30 000 паскаль. В комплекте идут два разных по структуре роллера – под твердое покрытие и ковры, а также две дополнительных насадки для локальной уборки. Насадки с турбощеткой для мягкой мебели нет, но основная насадка для пола и щелевая оснащены подсветкой, что повышает эффективность уборки. У пылесоса достаточно емкий аккумулятор, да и мощность всасывания повышенная. В тестах он продемонстрировал качественный сбор мусора на разных покрытиях. Аккумулятор с емкостью 4000 мАч обеспечивает до 55 минут работы на низких оборотах мотора, а на максимальных батареях хватает на 10 минут. Но отмечу, что такой режим уборки потребуется в крайнем случае. Максимальный уровень шума – 78 дБ. Еще Mika V12 хорошо собирает мусор вдоль плинтуса и угла, поэтому при бюджете в 15 тысяч рублей определенно заслуживает вашего внимания. Лучшей благодарностью для канала будет лайк и подписка, а я в свою очередь буду знакомить вас с наилучшими товарами по соотношению цена-качество. Спасибо! А следующий пылесос – Akami V70. Тут сила всасывания достигает уже 32 тысячи паскаль. Такой показатель встречается далеко не у всех, тем более если еще учесть цену. Пылесборник вмещает 750 мл и просто очищается. Нажимаете на кнопку и вытряхиваете из контейнера мусор. Внутри установлен моющийся фильтр MIF. Работает беспроводное устройство долго – 55 минут в эко-режиме и 15 в турбо-режиме. Так как для быстрой уборки хватит и эко-режима, на одном заряде аккумулятора вы успеете пропылесосить целый дом. Также Akami V70 трансформируется в ручной пылесос. Весит модель 2,3 кг. Это небольшое значение для вертикальных устройств. Турбо-щетка оснащена LED-подсветкой и очень маневренная. Ей удобно собирать пыль вокруг ножек мебели. В комплекте с вертикальным пылесосом идут три стандартные насадки. Но можно докупить насадку для влажной уборки и насадку-удлинитель. Они заметно облегчают работу. Dream V12 Pro. Он получил самое высокое мощное всасывание по сравнению с другими моделями беспроводных пылесосов Dream. Двигатель вращается со скоростью до 160 тысяч оборотов в минуту. Чтобы оптимизировать работу двигателя и сделать его более легким, использовались самые передовые разработки при изготовлении его материалов. Модернизации также подверглась аэродинамика и механизма мотора. Пылесос эффективен как для уборки твердого напольного покрытия, так и для ковров. Он удаляет до 99,6% пыли, в том числе и в щелях. Устройство работает без подзарядки около 85 минут. За это время можно убраться в помещение площадью до 160 квадратных метров. В автоматическом режиме работы пылесос увеличивает мощность всасывания при обнаружении ковров. V-образная конструкция щетки предотвращает запутывание волос, а также обеспечивается тщательное очищение пола. Следующий герой топа – Polaris 7000 Way Aqua. Этот пылесос может проводить влажную уборку благодаря специальной насадке, идущей с ней в комплекте. Кроме того, с ним идет еще несколько насадок, которые помогут проводить более тщательную уборку трудодоступных мест и различных видов напольных покрытий, включая ковры. Из других особенностей этого пылесоса стоит отметить, что он оснащен электроприводом, благодаря которому устройство самоустремляется вперед, поэтому вес такого пылесоса практически не ощущается, и пользоваться им очень удобно. Также стоит отметить, что у данной модели большой объем мусоросборника. Еще в этом пылесосе предусмотрена яркая LED-подсветка, которая будет полезна при уборке слабо освещенных мест. Ну а что касается времени и его автономной работы, то в экономичном режиме данный пылесос может обходиться без подзарядки на протяжении часа. Xiaomi Jimmy H9 Pro. Общая мощность составляет 600 Вт, а мощность всасывания – 200 Вт. Горизонтальный циклон внутри пылесоса сконструирован таким образом, чтобы уменьшить изгибы на пути воздуха. Это позволяет использовать потенциальную мощность максимально эффективно. Для разных задач предусмотрены разные режимы. Для пола – режим эко, турбо для ковров. Максимальный режим для интенсивной уборки. Также есть режим для тканевых зон и автоматический. Интересно реализована главная всасывающая трубка, ведущая от щетки к пылесосу. На ней есть колено, которое может сгибаться для проникновения под мебель. Батарея прибора с емкостью 3000 мАч хватает на 80 минут работы в эко-режиме. В общем, это достаточно эффективный и простой пылесос. Следом идет Kitford KT541. Благодаря отсоединяемой трубке-удлинителю модель легко трансформируется в ручной пылесос. Вы сможете легко убрать пыль с мебели или шкафов, а также пылесосить салон автомобиля. Основная насадка является трубощеткой, имеет собственный мотор и колеса для удобного скольжения. Такая конструкция позволяет быстро собирать мусор и при этом не повреждать пол. Kitford имеет небольшую мощность, но при этом вместительный пылесборник трехступенчатой системы фильтрации. Для уборки трудодоступных мест в комплекте предусмотрено наличие гибкого шланга и специальной щелевой насадки. Пылесос имеет два режима мощности, удобное управление и подойдет для ежедневной уборки небольшой квартиры. Емкости литий-ионной батареи хватает на 35 минут работы в автономном режиме. При этом стоит учитывать, что заряжается Kitford довольно медленно. Dream V10. Продуманное исполнение корпуса обеспечивает оптимальный баланс, который снижает нагрузку и добавляет комфорта при уборке. Силу всасывания обеспечивает двигатель Space 3 со скоростью вращения 100 000 оборотов в минуту. За длительность работы в автономном режиме отвечает аккумулятор от Samsung емкостью 2500 мАч. Стандартный режим 60 минут, эффективный 30, а мощный 10. При мощном режиме включается надежная система охлаждения, где тепло отводится от аккумулятора и двигателя при помощи специальных воздухоотводов. Система фильтрации состоит из пяти ступеней. Удаляя практически 100% микрочаси с пыли и аллергенов. Мусор отделяется от воздуха и оседает в пылесборнике объемом пол-литра. Удобство хранения обеспечивается вертикальной подставкой зарядной станции, которую можно прикрепить к стене. И следующая модель Redmond VH1311 представляет собой универсальное решение для уборки с множеством удобных функций. Одной из ключевых особенностей является гибкая конструкция трубки, которая позволяет достигать трудодоступных мест, включая пространство под мебелью. С мощным мотором, обеспечивающим всасывающую силу 26000 паскаль, этот пылесос легко справляется как с гладкими поверхностями, так и с ковровыми покрытиями. Три режима уборки – авто, эко и турбо – позволяют выбирать подходящую мощность в зависимости от степени загрязнения. Интеллектуальная регулировка мощности всасывания в режиме авто – это еще одно преимущество данной модели. Благодаря ему пылесос автоматически адаптирует мощность всасывания для оптимальной эффективности. Уникальная LED-подсветка корпуса меняет цвет в зависимости от уровня заряда аккумулятора. А я напомню, что ссылки на показанные товары в описании под роликом. В комментариях можете написать, какая модель вам приглянулась и какой не хватает. А с вами был Техно Ченнел. Спасибо за просмотр и до новых встреч!